Всем привет, друзья! Сегодня пятница, я стою на остановке, собираюсь ехать в торговый центр, сейчас жду свой автобус. Решила включиться ненадолго, сообщить вам о том, что к нам пришла жара. Второй день, просто резкое потепление. Я еще пока не переключилась на короткий рукав, как-то несподручно, потому что очень резко настало жарко. Не знаю, надолго это или нет, но я этому не очень рада, мне больше нравится свежая, комфортная погода. Но тем не менее, факт остается фактом, и у природы нет плохой погоды. Повторюсь, что еду в торговый центр, если будет что-то интересное, включусь. Присоединяйтесь всем, кому интересно. Села я в метро, расположилась в конце салона, мне очень нравится заходить в пустой вагон и в самый-самый конец уходить. Потому что я еду, практически всю ветку проезжаю от начала и до конца, и таким образом тебя никто здесь не беспокоит, сидишь спокойненько. Но здесь есть единственный минус, поскольку на улице стало жарко, здесь очень сильно начал работать кондиционер. Я уже 4 места сменила, пока никого нет. Сейчас вагон будет потихоньку заполняться, и уже не будет возможности выбрать нормальное место. Но пока вот здесь вот более-менее комфортно, а так прям сверху дует холодный воздух. Если что, у меня есть верхняя одежда. Я всегда ее беру про запас, потому что погода все равно сейчас до сих пор еще переменчивая. Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, сегодня у детей в школе будет веселье, посвященное празднику воздушных змеев, или праздник посвящен запуску воздушных змеев, как правильно сказать. Это мероприятие проводится каждый год, но в нашей школе, но не в нашем кампусе. Мы сейчас направляемся в центр, а именно в DimaTorzok в DimaTorzok это самый большой кампус нашей школы по наличию территории. У него огромная территория, зеленая, обустроенная, красивая. И каждый год администрация школы проводит там вот такие вот народные гуляния. У нас третий день уже жара. Едем мы туда сейчас. Мы сейчас непрямиком туда едем. Нас по дороге заберет наш папа. У него с утра были дела, он работает. И мы, чтобы сэкономить время, на метро доедем до одной станции, ближайшей к его месту нахождения. Вот. И потом все вместе туда направимся. Воздушные змеи у нас у папы в машине. Очки мы тоже мальчишкам вчера купили. Они тоже там находятся. Вот. Солнечно-тепло. Детишки, где вы? С коротким рукавом все идут. Ну, кофты мы с собой взяли. Девран, куда мы едем? В Сироплощаде. На праздник воздушных змеек? Да. Будет весело? Мы там повеселимся? Да. Хорошо. На батутах? На батутах хочешь попрыгать? Вот это лучше, чем воплощенную. Одинаковые купили, чтобы они не конфликтовали. Солнечные, солнечные. Ладно, Тэш, что-то так сильно есть хочу. Воздушные змеи. Дети, вы хотите кушать? Нет. Нам поедем. Ладно, давайте. Едем. Кажется, мы немного заблудились, да? Нет, нет, нет. Но зато заехали в такую красивую зону зеленую. Мы не заблудились, просто по старой дороге едем с него. Навигатор-фумигатор нам что-то показывает. Фумигатор. Фумигатор. Навигатор-фумигатор. Вот, вот, Демирчи. Правильно, едем. Это старая дорога. Это район Демирчи, да? Это хороший, престижный район. Здесь, видите, и такие, типа, виллы, домики. Ну, здесь, по-моему, в основном все такие есть, да? Да. Высоких нет. Как в городе. Вот, смотрите, видите, такие мини-замки. Смотрите, сколько народу. Это сегодня здесь собираются все со всех корпусов. И все запускают змеев. Здесь потом, наверное, шоу будет. Я не знаю, меняется ли каждый раз программа или нет. Но это неважно. Трава такая классная. Смотрите. Смотрите. О, уже полетел. Погода сегодня хорошая очень. И солнечная, и ветренная. Сегодня народу очень много. Вот вы можете даже для сравнения посмотреть мое видео позапрошлого года. Я вам ссылку оставлю. И вы увидите, что сегодня раза в три, наверное, больше народу. А вот это, там еду дают. Люди в очередь выстроились. Аслан там друзей своих нашел. Он от нас отсоединяется. Я пойду его провожу. Просто он часы забыл. Вот как назло, а. Потом просто в такой толпе сложно его будет найти. Там вам провожу его. В общем, все мы разделились тут потихоньку. Я хотела пойти на главную площадь, которая перед входом. В здании школы расположена. Сейчас дойду до туда, посмотрю, есть там какие-то выступления или нет в этот раз. И хотела вам снять еду, которую здесь предлагают абсолютно бесплатно. Единственное, надо отстоять в очереди. Еда вкусная. Плов и мяско. Ковурма. Так, я потихоньку дошла до центральной площадки школы. Выступлений здесь вроде бы нет. Несколько очередей за едой. В принципе, не такие уж они и большие. Мы, наверное, тоже потом встанем. Потому что, не знаю, как остальные. Я очень хочу кушать. Да, значит, здесь ничего интересного нет. Просто еда. Дети, по-моему, рисуют. Посмотрим. Да, маски они какие-то делают. Так, вот здесь донер. Здесь еда. А, значит, это не ковурма. Значит, мясо вот это дают в меню. Тот донер, который они навертили, жарят. В прошлый раз просто ковурма была. В этот раз донер. Я взяла еду. Девранчик у меня здесь кушает. Да, Закир не может змея запустить. Перец. Кушай, зайка. Здесь они тоже что-то творят, рисуют. Вот они разукрашивали, Девран. Это вот, видишь, смотри, мозаика вот такая. Это, наверное, продается, сынок. А это вон уже готовые поделки. А там вон можно красками рисовать. Красками хочешь рисовать? А? Хочешь? Ну, пойдем попробуем. Деврана я тоже посадила. Он будет мишку красить. Женщина окрашивает фигурки. Видите, вот это Эбру называется. Живопись на воде. Она сюда краски разводит. Потом фигурки макает и окрашивает. Вон, видите, узоры вон там. Они получаются. Сейчас я попробую снять. А вон киску бросила. Вот такая цветная кошка получилась. Девран, как попало, красит. Главное, кисточкой машет. Друзья, высокое искусство от Деврана. Девран, что ты сделал? Мишка. Мишка, ты доволен? Он коричневый. Все, пошли к папе теперь. Погода сегодня оказалась нелетная. Практически никто не смог запустить змея. Все пытаются, пытаются, но в небе нет ни одного. Ни одного змея, который вылетал, потому что нет ветра. Сейчас мы ждем Аслана. Надо нам его разыскать. У нас здесь есть WhatsApp-чат класса Аслана. Они там фотографии присылали. Мальчишки там вместе время проводят. И вот мы отправили им сообщение, что Аслана отправили к нам. Потому что я не знаю, где он сейчас на данный момент. Забыл часы ребенок. Когда надо, не взяли. Вот такие вот мы растяпы, скажем так. И, наверное, будем уже отправляться домой. Мы покушали. Единственное, Аслан не поел. Его надо покормить. И поедем домой. Девран Медвежонка нарисовал. Хоть какая-то галочка поставлена. Продолжение следует... так все в сборе все нашлись едем домой жарко сегодня очень за бортом показывает 27 27 градусов очень жарко очень душно отправляемся домой на сегодня попрощаемся мы с вами очки всем пока до новых встреч ассанчик ты где хорошо договорились 10 тысяч лайков